Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Смотрите, мне показалось из вашего текста, что вы в первую очередь не очень сильно хотите работать. Ну, то есть, вы понимаете, что работать надо, и, наверное, вам действительно стыдно за то, что вы не работаете именно. Но при этом вы не, как мне кажется, хотите работать. Именно вот желания работать, у вас нет именно желания. Почему? Потому что, да, есть определенные проблемы, да, есть определенные стереотипы, да. Сейчас, как бы, к людям неславянской национальности относятся достаточно негативно, вот. Но, с одной стороны, именно люди из Армении к этому отношения никакого не имеют, вот. Потому что именно люди из Армении великолепные люди, прекрасные люди, вот. И, как бы, к сожалению, за такое отношение ответственны не армяне, а другие люди, вот. Да и то, лишь определенная образовка людей, да и то, благодаря миграционной политике. Понимаете? Вот. И очень важно вам для себя все же определить, хотите ли вы работать. Хотите ли вы не приносить деньги в дом, как вы говорите. А именно, хотите ли вы развиваться в чем-то. Хотите ли вы что-то делать. Хотите ли вы чем-то заниматься. хотите ли вы как-то реализовываться. Это происходит из того, что вам интересно. Это происходит из того, что вам нравится. Это происходит из того, чем вы увлечены. Когда мотивация работает только приносить деньги в дом, это, мягко говоря, очень сомнительная мотивация. Потому что порождается она чувством долга, не свободным желанием чем-то заниматься и, соответственно, не реализацией интересов, а именно мотивацией обязанности. То есть, я обязана приносить в дом деньги. Но вы живете уже, с мужем, семь лет. Ну или шесть лет назад вы сказали. Вот. Седьмой год. Сидите дома. Если на это время вы, в общем, доживете и доживете неплохо, я открыл ваш профиль, у вас все ребенки. Вот. Это, наверное, не так уж и важно, чтобы вы приносили деньги в дом. И, наверное, не так уж и важно то, что вы именно не зарабатываете. Наверное, не так уж это и важно. Но. Вы это знаете. Что это не так важно. И все равно хотите зарабатывать. То есть, видите, изначально постановка вопроса сама по себе не совсем корректно. Не зарабатывать нужно в нужном, потому что вопрос выживания не стоит у вас. Я уверен, что если бы вопрос выживания состоял, вы бы и работали, и все. Не стоит вопрос выживания. Стоит вопрос реализации. Вас. Ваша реализация. И вы этот вопрос заменяете вопросом раз таки заработка и принесения в дом всего-то. Это не та позиция, которая может вам помочь. Да? Вот. Это первое. Второе. Стыд. Стыд, который вы испытываете за то, что вы не славянской национальности, за то, что вы не работаете, не приносите денег. В дом. Стыд это не принятие себя. То есть, стыд это отвержение, отторжение себя. Вот это во мне неправильно. Вот это во мне тоже неправильно. То есть, по факту, это принятие на веру и без критики, некие догматические стереотипные суждения. И... Вы, если вы не славянка, то, что вы не славянка, то, наверное, не стоило бы приезжать в Россию. А поскольку в Россию вы приехали, да, поскольку вы все равно живете в России. То получается, что здесь противоречие. Вы следите за то, что вы не славянка, но при этом вы живете в России. Это странная позиция. Это очень... Эта позиция очень похожа на... Ну... Вот... На такой, знаете, вот самообман, да, и на... Наверное, такое бессознательное желание привлечь к себе внимание. Ну, как мне... Как мне кажется. Потому что... Потому что вы не берете ответственность, как бы, за себя. Да? Ни в том, ни в другом случае. Окей. Вы принимаете, что вы не славянки, что вы стыдитесь этого. Окей. Вы просто не приезжаете в Россию. Вы просто живете в своей стране. Вот. Ну, нет. Вы... Как я понял. Выбираете мужа русского. Выходите за него замуж приезжать в Россию. Зачем? Чтобы стыдиться в своей неславянской национальности. Если вы приехали в Россию, то примите, что вы... Что вы, эм... Как бы, ну... Да, вы не русская. Но... Вы... Раз вы в России, значит, это, ну, не принять. Что вы не русская. Да, вы не принадлежите этой... Вот, стране проживания. Я... По национальности. Но... Как бы, вот, все начинается здесь соответственность. Соответственность из того, что вы отвергаете на самом деле. И какая глобальная цель вашей позиции. А глобальная цель вашей позиции она такая. Да, привлечь внимание к тебе. Ну, это то же самое, то же самое, вот, да, что касается, эм... Работ. Вы не работаете. Вы не работаете. А... Ну, вы стыдитесь этого. Но вы шесть лет не работаете. То есть, совершенно очевидно, что вы можете позволить себе шесть... Эм... Шесть лет не работаете. Не работаете. Ну, не работаете. Вот. Ну, и то есть, вы... Вы знаете, что вы можете не работать. Вы всё равно, как бы, стыдитесь того, что вы не приносите в дом, здесь, денег. Вы знаете, что вы стыдитесь... Вы стыдитесь своей неславянской национальности. Вы приезжаете в Россию. То есть, это вот такое ощущение, разумеется попытка обратить на себя внимание. Потому что, смотрите, вот я такая вот несчастная. Я вот... Такая вот... Мне вот так плохо. Так оно... По факту здесь вы сами создаёте свои... э... Своими действиями. Вы создаёте эту ситуацию, когда вам плохо. И вопрос заключается в том, для чего. Что вы получаете из этой ситуации? А из этой ситуации вы получаете то, что... Пишите на сайт, что муж вам пытается помочь. Да, то есть, это вот такая психологическая игра. У вас. Даже, вот я отвечал вам на предыдущий вопрос. А вот вы там писали, что у меня нет друзей здесь. Но если у вас есть нет друзей, наверное, у вас есть друзья там. Почему вы с ними не общаетесь? То есть, как бы, ну... Можно по скайпу, по вотсапу, там через камеру всё это общаться. Вы не общаетесь. Почему? Единственное, с кем вы общаетесь, и кого вы пытаетесь пригласить, это маму. Не подругу, а маму. Ну, это тоже, как бы... То есть, мне кажется, что и в Армении у вас с друзьями не очень хорошо было. Раз связи нет. Понимаете? Вот. То есть, это вот такая вот внутренняя у вас психологическая неорганизованность. Такая вот внутренняя психологическая, ну... Дезорганизованность, да? Вот. И по факту, вот... Это психологическая проблема. Как то, что вот вы себя не принимаете, да? Как то, что вы вот отпрягаете себя и прочее. А теперь, что касается, собственно, самого национального вопроса. Вы считаете, вы считаете, что если люди обращают внимание на национальность, это вообще как? Это, ну, вообще показатель чего? То есть, в основном, не хватает такой, знаете, вот здоровой, ну, здоровой такой критики по отношению к тому, что происходит в мире. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.